Ну это же завтра. Давайте на опросы отвечать. Вячеслав, как вы считаете, будет ли в новом информационном мире спрос на работу с людьми? Психологом, социальным работником и так далее? Конечно. Вот сейчас вот я обязательно и психологом... Ой, убежал у меня, представляешь, куда делось. Сейчас, сейчас, сейчас. И психологом полно работы, и психиатром полно работы. Вот, и вот тот человек пишет, все вы пидорасы. Ну разве вот ему не нужна будет помощь в новом мире? Вот, представляете? У ваты... Вот, не все, я вам скажу. У ваты... Представляешь, что с башкой случится? Там такой перекос начнется. Первое время очень-очень трудно. У них будет жесть. Там реактивные психозы, самоубийства и что хочешь. Ну и по телевизору скажут, что вот Вова вор и жулик. Да, что вот там с вилончелями, это вот, это, это все не прокатывает. Что все было не так. Какие-то суды-ряды начнутся. Люди начнут признательные показания давать. Это будем и показывать. Открыто, везде, представляешь? И они будут знать, сколько украли, кто украл. И как, как отпиливались там куски от детских домов, от того, от всего. Представляешь? Я думаю, что больше всего кровь будет стынуть жилых не от воровства, а от других более темных. Нет, конечно, цинизма там будет навалом. И всяких дерзких преступлений страшных. Но я говорю о том, что бошки-то придется потом исправлять. А кому этим заниматься? Профессионалам. То есть те люди, которые от рождения, в общем-то, умные, либо от рождения достаточно циничные, ну или воспитаны так, они, конечно, лучше проскочат, чем вся вот эта вата, которая сейчас смотрит Киселёву вот так вот прям. А потом этот Киселёв, ну не этот, а другой выйдет и скажет, вот тот до меня, эхо, козёл, вот драный, вот что он вам рассказывал. А это вот враньё. И представляешь, он... Когда оружие разрешат, можно ли надеяться на организацию в каждом районе тиров для обучения стрельбе? Нет, для обучения, это, конечно, для обучения стрельбе, безусловно, тиры, стрельбища и так далее, бизнес с этим связанный, оружейный бизнес, это огромная инфраструктура, клубы. Конечно, огромное количество возникнет военно-спортивных, стрелковых клубов, вот как сейчас в Литве, да, там что-то безумие будет какое-то, то есть народ будет в этом завязан полностью, потому что молодые люди, взрослые уже будут постоянно где-то бегать какие-то, проводить соревнования, и даже государству тут вообще участвовать не нужно. Там есть нужна какая-то помощь, ну будем оказывать. А так люди, это самоорганизующая структура, вот из них как раз и будет получаться настоящая национальной гвардии, то, что во всем мире называется национальной гвардией. Ну, те люди, которые занимаются своей работой, ну там кто-то в магазине торгует, кто-то булку испекает, кто-то еще что-то там делает, кто-то врачом работает. Когда случается какой-то атас, там, я не знаю, да, то не МЧСники скучные приезжают на третьи сутки, а вот эти люди прибегают мгновенно, но у них все есть. Если что-то дорого стоит, то государство, это то, что дорого стоит, обязаны им купить. Какие-то системы спасательные и так далее, там, я не знаю, лодки-катера там и так далее, понимаешь, там, если это на Волге. А люди, это делают все общественники. Во всем мире не надо воровать триллиарды денег, нужно как-то помочь этим людям совсем немного, и им интересно, и они будут счастливы, и все мы остальным интересны, потому что будет результат. Вот много вопросов задают таких однотипных, на которые мы практически каждый эфир отвечаем, и, ну, это как бы не в претензию, да, люди, может быть, не знали, там, только что подключились, не слышали, не знают, что мы говорили об этом, поэтому есть совет, вот, особенно для вновь прибывших соратников, у нас есть страница ВКонтакте, ссылка есть в описании, вы можете туда зайти, пролистать немножко вниз, и там есть, по-моему, 40-минутный ролик, или, может быть, 45-минутный, ну, то есть примерно такой, где, в общем-то, по таким ключевым вопросам есть все ответы, то есть наши соратники нарезали множество наших эфиров, и на разные темы, в общем-то, скомпоновали ответы, то есть про образование, про медицину, там, я не знаю, про пенсии и так далее, вот по таким ключевым моментам там есть наши, так скажем, тезисы, вот, поэтому вы можете туда посмотреть, и, как бы, на ваш вопрос получить ответ, иначе мы просто получится так, что мы каждый выпуск будем говорить об одном и том же. Мальцев, ты читаешь комменты, да, читаю, и вот, где пишут, что Мальцев, как Горбачев, в 90-е тоже много обещают, я ничего не обещаю, я программу действия рассказываю, нашу программу действия, пока я ее не могу написать, вот останется год до 5-го, 11-го, мы ее напишем, потому что, вы же понимаете, то есть опубликуем, как только она будет опубликована, это будет материальный, так сказать, документ, который может, ну, вокруг которого может быть сшито уголовное дело, оно, нам пока это не нужно, нам необходимо сделать это за год до 5-го, 11-го, мы спланировали у нас по плану, так сказать, по-нашему календарному. Мы стремительно приближаемся к отметке в 5600 лайков, давайте общими усилиями возьмем эту вершину в 6000 и попадем в топ ютуба. Да, тут еще вот написали, что-то хотел прочитать. Слава, как тебе доверять, вдруг ты анархист, стремно, но я и есть анархист, о чем я и не скрываю, как это вдруг, а как там вдруг, что значит вдруг, что значит вдруг, реально, что такое анархия, это отсутствие государственной власти, мы понимаем, что мы не можем сейчас стремиться к тому, чтобы не было государственной власти, когда в окружении есть другие государства. Поэтому, ну, что такое анархия? Это в нашем понимании, это то же самое, что коммунизм, там, царствие божие на земле, то, к чему стремится человечество, к некому освобождению, то есть это высший пилотаж, высший уровень. Коммунисты называют его коммунизмом, когда не будет государства, ну, не будет вот этой злой собаки, которую каждую секунду может тебя за жопу укусить, и ты не обязан дергаться, когда там человек будет, ну, реально свободный, да, ну, или будет чувствовать себя реально свободным. Вот в таком отношении меня можно считать анархистом, конечно. Некая ступень конечное развитие демократии. Вы прочитали неправильно, Вячеслав Ильич Славович. Вопрос, Слава, как тебе доверять, вдруг ты антихрист? Стремно. Вообще-то я верующий, антихрист не может говорить о спасителе, да, я что-то... Да, когда даже хотел я видел. Плохо как бы вижу немножко. Нет, было бы этого не было. Светочувствительность, так-то у меня стопроцентное зрение, вот светочувствительность понижена, экран темный, я что-то не вижу. Так что, что я не антихрист? Обещаю, что я не антихрист. Вот, честное слово. Крест даешь, что я антихрист. Крест целую, что вот крест целую, что не антихрист. Согласны ли вы в необходимости возрождения семенных и племенных станций в России? Согласны ли вы в необходимости возрождения семенных и племенных станций в России? Безусловно, это вообще однозначно. Но вот здесь, если мы говорим о семенных станциях, вот Быково, да, ну это Волгоградская область, но все равно рядом с Саратом, он даже ближе к Саратову, чем к Волгограду. Ну или такое же расстояние. Вот почему в Саратове нет нормальных арбузов, вы знаете, там же в Быково вот эту семенную станцию уничтожили, все вот это селекционное, нет там все. Там выращивали арбузы на семена, потом семена везде всем там продавали, раздавали, потом вот у нас в Ровенском районе, ну то есть через реку фактически выращивали хорошие арбузы, мы их ели, такое счастье было. сейчас там фиговые арбузы, ну не, ну для других это счастье, конечно, они говорят, что очень вкусные, там самые лучшие в мире, я не знаю насчет всего мира, но я ел другие, всегда ел другие, понимаешь, а сейчас мы едим говно, потому что уничтожено, в том же Быково были племенные лошади, но потом пришел новый директор, да, я кумыс пил всегда, я очень люблю кумыс, пил кумыс, потом кумыс нет, я говорю, а что кумыс нет, они говорят, ну пришел новый директор, зарезал всех лошадей на мясо, представляешь, а, и купил своему сыну BMW, но не нашел он другого способа купить BMW, представляешь, это дойное стадо лошадиное дойное стадо зарезал на мясо, представляешь, которое копеечку мяса стоит и кумыс, который стоит денег, но надо было здесь и сейчас, и произошло это не при Ельцине, это все при Путине случилось, конечно, чтобы все это восстановить, потому что, ну, по-другому, а как жить-то по-другому, тогда и будем есть, не, ну понятно, что есть другой вариант китайский, давайте будем пластиковые арбузы жрать, там, я не знаю, там какие-то еще вещи сделаны из неорганики или из почти неорганики, я не хочу, например. Просит вас рассказать ваши воспоминания, как вы узнали о трагедии с подлодкой Курск, и что тогда думали, то есть, никакое у вас мнение сейчас, а вот как тогда вы эту новость встретили, и что думали тогда, как это произошло. Да я сразу понял, что произошло, нечто экстраординарное, что Вова спрятался, и в общем-то было ясно, что, делал ясное, что делал темное, да, и тогда, я думал, очень много было информации о подводных неопользованных объектах, я думал, что, вот изначально как-то и первая мысль была, что, ну, навелась ракета на Курск, которую стрельнули с этого, с Петра Великого, да, то есть, и тогда, и сейчас у меня, в общем-то, одна и та же мысль, там есть рассказы неких людей о том, что это столкновение с атомной подводной лодкой США, я вполне допускаю, может быть, и это было, и тогда понятно, почему в общем, Путин как бы отмазал их однажды, да, и теперь у них там какие-то особые отношения, ну, вот, та другая версия, мне кажется, более правдоподобной, что Петр Великий стрельнул куда-то по какому-то объекту, а ракета перенавелась и попала в Курск, там же все похоже на это, очень похоже. Вячеслав со всеми тезисами согласен, но стволы разрешать нашему народу нельзя, мне придется носить ствол, потому что без него будет нельзя, а я, когда выпью, не всегда адекватен бываю. У меня такой вопрос к вам, а вы считаете, что в России народ какой-то особенный, он хуже, чем народ в США или в других странах мира, где оно разрешено, чем мы хуже? я полжизни, большую часть жизни носил стволы, и вот в 90-е годы, если случались какие-то потасовки, когда нужно было применять кулаки, ну, то есть, это не бандиты, ну, просто хулиганы какие-нибудь, то у меня всегда вариант был только один, я доставал пистолет, клал его в бардачок, закрывал, там у меня оборудованное место было, потом выходил и разбирался на кулаках, то есть, никогда не использовал оружие, все дело в культуре, конечно, и эту культуру нужно прививать, и в России культура использования оружия всегда была, вот, посмотрите, дореволюционную Россию, я вспоминаю книга про авиаторов, недавно какую-то книгу читал, там всякие воспоминания, какие-то вырезки 17-18 года, вот в 18-м году в Казани объявление что просят не, не в июле, позже туда, позже, наоборот, в декабре, да, конечно, в июле, потому что там всякие белочехи, в декабре просят какие-то наганы, маузеры и так далее, в России вообще в основном офицеры сами покупали оружие, всегда, то есть, вот у меня в коллекции, сейчас же нет этой коллекции, к сожалению, был пистолет, капсульный пистолет, но ты капсуля видел, нашел там где-то старый капсуля как раз от этого пистолета, он начал 50-х годов 19-го века, и он применялся в крымской войне, ну капсульный пистолет, ну ужас какой-то, офицер, мы не в эфире, мы из эфира вышли почему-то, слава за вас, а посмотри, валют, что такое, а когда, ну, прям буквально, вот как вы начали про капсульный пистолет, по эфире, все показывает, что прекрасно, ну ты верни, да, и здесь все показывает прекрасно, да, вот, и, я думаю, что про капсульный пистолет надо сначала, потому что, я думаю, что он выпал, нет, офицеры покупали, я не помню, почему это, офицеры покупали оружие, в России всегда, и вот, я говорю, был в коллекции капсульный пистолет, сейчас уж и нет этой коллекции, давно уже, 2000, ну, с начала 2000-х годов, вот, а там, этот пистолет к войне, к Рымской войне был сделан, и, в общем-то, принимал там участие, одноствольный, однозарядный, представляешь, а в то время уже револьвер для фаше, и он, кстати, у меня тоже был в коллекции, револьвер для фаше, замечательный совершенно, ну, по-особому он, конечно, заряжается, но он многозарядный, и русские офицеры все покупали, зачем ему, однозарядный капсульный, какое-то дерьмо, когда есть револьвер для фаше, да, и так далее, и вот, при войне с турками, тоже самое, купали, и в Первую мировую войну, многие русские офицеры, были вооружены, маузерами, которые купили самостоятельно, ну, понятно, что, армию не вооружали, маузерами, поэтому, к чему я это говорю, то вы что-то сбились, про культуру, про культуру, да, что тогда была культура, владения оружием, сейчас, может быть, этой культуры нет, хотя, если мы видим охотников, и у них 6 миллионов стволов, то их культура, владения оружием, гораздо выше, чем те, которые владеют травматами, обратите внимание, то есть, с их стороны, никаких проблем, и, возможно, это связано именно с тем, что порог применения травматического оружия гораздо ниже, то есть, человек стреляет, ты думаешь, ну, что же я там резинкой стрельну, да. Ну, бывают инциденты, когда подстрелят какого-нибудь егеря, но это уже, это уже, это неосторожность, неосторожность может быть во всем, кто-то вон и с газовым баллоном обращается, схватил перчатками, там, масляными, да, и улетел куда-то к верхним людям, ну, что ж, бывает, 6 тысяч лайков мы взяли, рубеж, да, и, в общем-то, рекордный рубеж, наверное, вот, по поводу 5 тысяч, у нас в прошлый раз был спор, был такой, когда-нибудь или не было, но про 6 тысяч, наверное, спора уже нет, это рекорд, поэтому всем спасибо, я думаю, сейчас мы выйдем на отметку в 6 тысяч стабильную, спасибо, да, и со временем будем следующие вершины брать, спасибо. пишут, день сурка 17 лет, да, вот приближается период, я помню, как я узнал, что Путин стал этим кренделем, я прилетел, откуда-то из-за рубежа, еду в такси, и тут говорят, вот там Путин, премьер-министр, е-мое, вообще жесть какая-нибудь, а много негатива было, мне рассказывали про него, и он когда был этим, директором ФСБ, приехал сюда, там они все, вся толпа поехала на пароходе, а я не поехал, потому что он мне не нравился, а я в то время, сейчас я, кстати, не говорю эту фразу, а тогда я говорил, что я заслужил одно право общаться только с теми, кто мне нравится, тогда я говорю, в своей жизни заслужил право общаться только с теми, кто нравится, и все, и как-то такой, наверное, все-таки это, я сейчас воспринимаю, как снобизм, сейчас я даже общаюсь с теми, кто не нравится, потому что нам нужно сделать 5, 11, 17, а для этого, в общем-то, как-то камерно, как-то вот келейно это не сделаешь, это надо сделать всем, и я буду общаться с теми, кто мне не нравится, и тех, кому я не нравлюсь, прошу, общайтесь со мной, потому что нам нужно свалить режим Путина, нам нужно избавиться от всех этих гнид, и как-то обновиться, поэтому не смотрите, там вот, вот Мальцев нам не нравится, мы, мы не пойдем, да, как ты, ты на, привет, да, Мальцев мне привет в эфире не передал, я на революцию не пойду, безумие, давайте, как-то, как-то правильнее поступать, вот, дядя Слава, Прометея будем освобождать, я не знаю, про какого Прометея идет, если про Титана, Прометея, Прометея, который где-то там, под Анапой, прибит гвоздями, да, не стоит, не знаю, там, наверное, уже освободился, или как, если про того Прометея, который, ну, это, чужие-то в серии, да, то тоже, наверное, как-то, я не знаю, у меня нет ответа насчет Прометея. Время у нас. Да, и вот сегодня в связи с тем, что рассказал Олег, чтобы вот узнавать своих, все-таки нужно, нужно какой-то, я не знаю, масонский жест, наклейки какие-то, что-то такое, чтобы мы могли, как вот нам говорят, вот этот вот жест, очень хороший, да, такой вот, как Рома говорит, вот так вот надо, вот так раз, и все такое, жест такой, ну, вроде почесал. Да, может быть, то есть, какой-то жест, какая-то символика, чтобы можно было опознавать своих. Всем доброй ночи, пишут. Да, доброй ночи, спасибо. До новой исторической эпохи осталось 499 дней и час еще, и это очень хорошо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...